Значит, разобрать я хочу сегодня вместе с вами, как и каждую неделю, комментарии с форно на нашу недельную главу, главу ЭМОР. Тут я хочу технический момент. В зуме можно писать комментарии, и нужно. Я их тут вижу. Или можно поднять руку, я включу вам микрофон, и можно голосом задать вопрос. Поэтому, пожалуйста, пишите, если какие-то вопросы возникают. Надеюсь, что будут возникать. Значит, тема, о которой я хочу сегодня поговорить, это вопрос, который часто возникает. Он очень устанавливается, например, в Израиле поднимается. То есть, вообще, нужно ли оставаться евреем в 21 веке? Не тянем ли мы себя назад? Потому что мир как бы шел вперед, и сегодня вообще неважно какой ты национальности. Какая разница? Ты можешь того же самого добиться, будучи кем угодно по национальности. Это не играет значения. Играет все еще значение, где ты живешь. Но сейчас, благодаря коронавирусу, по-моему, это тоже исчезает постепенно. Это ослабевает, во всяком случае, влияние. Какая разница, где ты живешь, откуда ты к зуму подключаешься. Это тоже становится не так существенно. Но к какому народу ты принадлежишь? И многие люди не могут однозначно ответить, к какому народу они принадлежат, кто они по национальности. Раньше, когда, сто лет назад, когда люди жили очень отдельно, и государства все были религиозные, то было просто ответить, кто по национальности. Сегодня это часто смешано. У многих людей есть предки разных национальностей. Сегодня есть генетический тест. Мы знаем, что у всех практически нет такого, что человек на 100% еврей. Практически это не бывает. У всех есть примесь еще каких-то разных других народов. Это сегодня можно проверить генетически. И поэтому, когда мы говорим, что мы евреи, или мы хотим, чтобы наши дети оставались евреями, мы хотим, чтобы государство Израиль было еврейским государством. Так написано в декларации о независимости государства Израиля. Мне давно замечали День независимости, что это еврейское государство. И сегодня идут большие дебаты на эту тему. Потому что значительная часть общества не понимает, зачем это государство должно быть еврейским. И более того, они считают, что попытка сохранить его как еврейское, это попытка уйти обратно в средние века. Потому что общество движется вперед и уже отказывается от таких устаревших понятий, как национальность. А так зачем нужно, чтобы было именно еврейское государство? Тем более, что еврейское, хотим мы того или нет, оно неразрывно связано с Торой. Нет отдельно еврейского национального, которое можно было бы на 100% оторвать от Тор. Соответственно, многим это сильно мешает. Мне кажется, что Рабио Бадио с Форном в 16 веке, он дал ответ на этот вопрос. Он показал у него и взгляд, если включить на эту тему. Не только в нашей главе. Я не уверен, что в нашей главе это главный отрывок, который можно процитировать на эту тему. Есть еще в нескольких местах. Он поднимает роль еврейства по отношению к другим народам. С Форном, как я много раз говорил, он взаимодействовал с другими народами, с другими религиями. Он преподавал в европейских университетах неевреям. Он и учился там, и преподавал. То есть, это не местечковый раввин, который живет изолированный от внешнего большого еврейского общества. И у Сфорна есть взгляд, который мне кажется интересным. И он дает перспективу определенную на этот вопрос. Я хочу с вами поделиться этим сегодня. Значит, Сфорна комментирует слова, которые написаны в нашей главе. Я прочитаю. Это Вайкра 22, посылка 32 и 33. «И не бесчистите и не оскверняйте святого имени моего, чтобы осветился я среди сынов Израиля. Я Бог, освящающий вас, который вывел вас из страны египетской, чтобы быть вам всесильным. Я Бог». Значит, я не хочу сейчас специально затрагивать, в каком контексте появляются эти слова. Потому что это не так просто. Потому что у Сфорна есть один взгляд, у других комментаторов он отличается. На взгляд Сфорна, сейчас вас только запутано. Ну, не важно. Так написано, что есть здесь запрет или указание, которое… «И не оскверняйте, не бесчистите имени святого моего, я освящусь, я среди сынов Израиля, я Всевышний, освящающий вас, который вывел вас из страны египетской, чтобы быть вам всесильным. Я Бог». Так написано в Торе. Есть здесь несколько комментариев Сфорна на эту тему. Значит, он говорит он так, первый комментарий. «И не оскверняйте святого имени моего, видя, что действия мои совершенные…» Тут нужно сказать, что до этого Сфорна говорил в своем комментарии к 29-30 стиху, он говорил про совершенство Бога, касательно законов жертвоприношений, что жертвоприношение должно быть совершенным, и тот, кто приносит его, должен быть без изъяна, потому что это уподобление Богу, которое совершен. Видя, что действия мои совершенные, то, что делает Бог, оно совершенное, он не делает чего-то с изъяном, все, что он делает, это идеально. Вы, дословно посвященные, выделенные, посвященные тому, чтобы идти по путям, моим не оскверняйте имя мое святое, поступками ущербными и постыдными, подобно тому, как написано в Проке Хескеле, 36 глава Проке Хескеле, «И пришли они к народам, к которым пришли они, среди которых изгнаны были они, евреи, и оскверняли имя святое мое». Значит, что здесь говорится? Сфорно, нужно тут тоже сделать одну ремарку, потому что кто-то следит за моими уроками, или кто-то изучает Сфорно, он знает, что у Сфорно понятие душа, святость, оно неразрывно связано, оно не просто синоним, а, может быть, я бы сказал, что его значение в понимании Сфорно – это равно жизнь. У него святость – это равно бессмертность, смерть равно нечистота, у него это абсолютно, я затрудняюсь здесь, боюсь окончательно сказать, дать определение, но или это синонимы, или это вообще равнозначно. Сфорно здесь говорит, когда он говорит про святость, даже не читая этого комментария, когда мы открываем текст Торой, мы хотим его перевести, когда написано «Не оскверняйте имя святое мое, и освящусь я среди сынов Израиля», понятно, что в глазах Сфорно, в понимании Сфорно, здесь речь обязательно должна идти про жизнь, потому что это значение этих слов. Так что он здесь сказал? «Не оскверняйте имя святого моего, видя, что действия мои совершенные, значит, вы, которые посвященные тому, чтобы идти по путям моим, не оскверняйте имя мое святое поступками ущербными и постыдными». Он здесь говорит следующую концепцию, что Бог, он по определению совершенен, то есть у него нет, не может быть, чего-то с изъяном, чего-то несовершенного у Бога. И евреи, Сфорно говорит, у них есть функция, как у народа. Они говорят «Отема мукдашин ланехель бодрахай». Значит, вы посвящены, значит, вы смысл вашей жизни, а в вашей жизни есть цель, чтобы идти по путям моим. Тут я хочу пояснить немножко, чтобы было понятнее. Значит, я слышал от Рава Джонатана Сакса, бывшей главной районной Великобритании, такую идею, очень интересную. Он сказал, что есть разница между памятниками, которые можно встретить в Великобритании, между памятниками, которые можно встретить в США. Касательно России, я не знаю, я не пытался проверить. Например, Уинстон Черчилль, есть известный памятник Черчиллю в центре Лондона, около парламента. И Черчилль был знаменитый оратор, это считается одним из величайших ораторов современной истории. И можно было бы ожидать, что на памятнике Черчиллю будет написано какое-то его главное высказывание. Обещаю вам, как там, кровь, пот и слезы. Какое главное высказывание Черчилль? Наверное, это, когда он смог поднять целый народ на борьбу с нацизмом одним выступлением. Понятно, что это такой великий оратор. Надо написать какое-то его высказывание. Это не так. Если вы подойдете, когда отменят карантин, можно будет заново летать, у кого-то будет возможность попасть в центр Лондона, подойдите, во-первых, по-моему, замечательный памятник, стоит на него пребываться. Но там написано, что Винкен Черчилль родился тогда, то умер тогда. Нет, никакого высказывания Черчилля там не написано. Но если вы окажетесь в США, и вы увидите памятник, например, какому-нибудь американскому президенту, то обязательно на всех этих памятниках написано какое-то высказывание этого человека. Это его главная идея. Почему такая разница? Спросил уратора Джонатан Сакс. И он дал очень интересное объяснение. Он сказал, что есть два типа стран. Есть страна такая, как Англия. Что-то такое Англия. Она исторически сложила, что на этом острове находится это государство. То есть это какой-то остров рядом с Европой, где жили какие-то племена, потом пришли другие племена, их завоевали, потом пришли римляне и так далее. Так получилось, что в итоге сложилась эта нация, которую мы сегодня называем англичане, которая живет на этом острове в Англии. Это исторический факт. Никто так не придумал. Не было какой-то идеи, чтобы давайте сделаем Англию. И когда Англия сегодня говорит о какой-то, может быть, национальной идее, то это, скорее, немножко не совсем правда. Потому что нет какой-то идеи, которая лежит за Англией. Так сложилось исторически. Россия тоже такая страна. Никто не придумал Россию. Никто не собрался, не сказал, давайте сделаем Россию. Так сложилось, что на этой гигантской территории появилась страна, которая сегодня называется Российская Федерация. Нет какой-то идеи, которая лежит за появлением этой страны. Есть исторический процесс, который лежит за этой страной. В основе, в фундаменте этой страны. Есть другой тип стран, как у нас Соединенные Штаты Америки. В США, на этом материке, жили индейцы. У них тоже не было никакой идеи. Они там жили себе. Потом приехал, приплыл к ним Колумб. Но потом появилась идея, давайте сделаем где-то в новом свете свободное государство. Давайте сделаем государство, центральная идея, к которой будет свобода. Мы свободные люди, мы хотим свободы. И поэтому мы готовы покинуть богатую и комфортную Европу, приплыть туда, на тот континент, и там жить, как свободные люди, и строить свободную страну. Центральная идея Америки – это свобода. Есть нации идей, и нации миссии, и есть нации, исторические нации, которые так сложились. Это одно не лучшее, не хорошее, просто есть два типа государственного. И поэтому, говорят, Рапсакс, поэтому в Англии на памятниках пишут, не пишут высказываний, потому что это культура Англии такая. Важно, чтобы исторически сложилось, что этот человек, Минс М. Черчилль, стал премьер-министром. А в Америке, поскольку все государство здесь ждется на идее, то пишут высказывания на памятниках, потому что сама культура американская – это культура идей. Без идей нет государства. Значит, это как бы два типа. Два типа стран, два типа народов, которые существуют. Если теперь обратить внимание на еврейский народ и задаться вопросом, а мы нация исторически сложившаяся или нация идей, то Рапсакс в этой статье тоже написал, и я с ним согласен абсолютно, что евреи – это нация идей, нация завета. Еврейский народ появляется не просто так исторически сложилось, как у нас учили в советских учебниках истории, например, что были какие-то древние еврейские племена, из которых исторически сложился еврейский народ. Мы думаем не так. Мы думаем, что есть, был такой человек, неважно, был он в реальности или он существует только как миф, Авраам, ученые скажут, что это миф, мы скажем, что это реальный персонаж. Никакой разницы нет. И этот человек, он принес идею какую-то в мир, и вокруг этой идеи вырос народ. Потом пришел Моисей, который вывел еврейский народ из Египта тоже вроде какой-то идеи. То есть, исторически наш народ сложился вокруг идеи, вокруг миссии. Это большой вопрос, что это за миссия и что это за идея. Сфорно здесь дает этому определение. С этим определением можно спорить, можно соглашаться, но это то определение, которое сфорно здесь дает. Вы посвященные тому, чтобы идти по путям моим. Вы говорите, что еврейский народ, у него есть миссия, у него есть миссия, вокруг которой образовался еврейский народ. Это то, что называется идти по путям Бога. Это группа людей, которые пытаются уподобиться Богу, который представляет собой совершенство. то есть, это люди, которые стремятся быть настолько совершенными, насколько это возможно. Это очень, это очень, как сказать, мне кажется, что это видно. Даже сегодня, не знаю, я сегодня утром по дороге на работу слушал какую-то группу инвесторов стартапа. русскоязычные инвесторы очень успешные, которые в США и в Израиле. Сейчас есть все в Зуме, они тоже, не важно, где географически, они все в Зуме. Некоторых из них, с некоторыми из них я знаком, и, если к счастью, тоже по Зуму. Значит, они обсуждали, там собрались пять человек обсудить, поговорить про стартапы, про эту индустрию. И был интересный разговор, я его слушал, на какой-то момент я поймал себя на мысль, а сколько из них, я не всех из них знаю, но, как минимум, половина из них, скорее всего, все или почти все, они евреи. Больше половины, трое, точно из пятерых евреев, про остальных не знаю. Значит, я подумал, это очень удивительно, да, это русскоязычные евреи, я должен понимать, что нация стартапов и как бы центра сегодня индустрии находится в США, в Израиле, как сказать, отделение небольшое этого, да, в России не является центром стартапов мировых, даже, даже не центром тоже не является, к сожалению, пока что. И вдруг сидят как бы инвесторы, известные, очень, не только среди русскоязычных, очень успешные, очень умные, которые говорят по-русски, они почти все или почти все из них евреи. Почему это так? Мне кажется, что есть в этом какая-то историческая, в этом можно объяснить, почему столько евреев в этой индустрии. Потому что, чтобы сделать стартап, это такое немножко сумасшествие. Можно сделать какую-то компанию, которая занимается тем же, чем занимаются все остальные. Кто-то чинит ботинки, ты открываешь, ты говоришь, я умею лучше чинить ботинки, чем мой сосед, я буду чинить ботинки, приходите чинить их ко мне. Ты зарабатываешь на этом какие-то деньги. Чтобы сделать стартап, этого недостаточно. Нужно прийти, есть какая-то проблема. Все говорят, да нет, все нормально, не надо ее решать. Невозможно ее решить, решения нет этой проблемы. И, в принципе, всех все устраивает. Но приходит один человек, говорит, слушайте, я не готов этого терпеть, меня это не устраивает. Я хочу внести изменения. Я буду бить, и бить, и бить, пока я не найду решения этой проблемы. И все уже отчаялись. И тот один человек, который не отчаялся, и который продолжает идти, и будет искать, искать, и, несмотря на все сложности, которые в этом есть, он все равно будет продолжать искать решение проблемы, то у него есть шанс в итоге это решение найти. И поэтому в этой индустрии такой высокий процент евреев. Естественно, евреи не большинство, как многие думают, евреи там, конечно, меньшинство. Есть китайцы сегодня, например, которых, конечно, намного больше, чем евреев, индусы и кто угодно. Русские, украинцы, белорусы, все, кто угодно, американцы, европейцы. Но процент евреев в этой индустрии, он значительно выше, чем процент евреев вообще в мире. Незапоставимо выше. И Израиль является одним из мировых лидеров в этой индустрии. Почему? Потому что так мы устроены. Потому что это то, что говорит Сфорно, еще в 16 веке написал, что еврейский народ посвящен, у нас есть некая миссия, есть что-то в нашей жизни посвящена. Идти по путям Бога. То есть стремиться как Бог совершенный. Мы стремимся уподобиться Ему, стремимся идти по Его путям. Стремимся быть настолько совершенными, насколько это возможно. В нас это как в народе. В индивидуах нет. Это не значит, что каждый еврей стремится к совершенству. Нет, конечно. Но еврейский народ как народ, говорит Сфорно, это ваша миссия. Теперь дальше он говорит интересную вещь. «Поскольку вы такие, не оскверняйте имя Мое Святое поступками ущербными и постыдными». Соответственно, если еврейский народ ведет себя несовершенно, он не стремится к совершенству, он ведет себя, совершает ущербные поступки, неполноценные или постыдные поступки, то это называется «хедуляшема» – осквернение имени Бога. Подобно тому, как написано в правоке Хискеля. И здесь он цитирует стих из книги правоке Хискеля, 6 глава. «И пришли они к народам, к которым пришли они, среди которых были они изданы, и осквернили имя Святое Мое». И у меня есть такая идея касательно комментариев с Форна, что очень важно посмотреть на те цитаты, особенно из книг пророков, которые он приводит. Я не знаю, специально ли он зашифровал намеренно какие-то вещи, но мне кажется, там раз за разом получается находить, на мой взгляд, что-то очень ценное. Я не поленился, открыл компьютер, открыл в нем книгу про Кейхи Хискеля. К счастью, это очень просто сегодня и быстро можно сделать. И написано там так. Просто понять это совершенно раскрывает контекст, про что, собственно говоря, с Форна здесь говорит. Написано так. «И было слово Господа ко мне сказано. Сын человеческий, Бен Адам, так часто в книге про Кейхи Хискеля Бог обращается к нему как Бен Адам, сын человеческий, человек. Дом Израиля, обитавший в земле своей, осквернили ее путем своим и деяниями своими, как чистота неды, женщины в нечистоте ее, был путь их предо мной, и излил я гнев свой на них за ту кровь, что пролили они на эту землю, и за то, что деяниями своими осквернили ее. «И разбросал я их среди народов, и рассеяны были они среди стран, по пути их и по деяниям их я осудил их». Значит, еврейский народ попал в изгнание. «И пришли они к народам, к которым…» «Пришли они», собственно, вот этот стих, который здесь сфорно, то есть, к тем народам, среди которых они были изгнаны, «И оскверняли имя Святое Мое». То есть, евреи, попав в рассеяние, в Россию, в Германию, в другие страны, в России еще не было, но неважно, в Павелон, в Рим, Рима тоже еще не было, в Персию. Они оскверняли имя Бога. Чем они оскверняли имя Бога? «Ибо говорили о них, народ Господа они и из земли его они вышли». Потому что народы смотрели и говорили, что как же так, что евреи, избранный народ, посмотрите, что с ними, они в изгнании. Бог их не смог защитить. Это называется Херудошем. «Исжалился я над именем Моим Святым, который осквернил Дом Израиля среди народов, к которым они пришли. Посему скажи Дому Израиля так, скажи Дому Израиля, так сказал Господь Бог, не ради вас совершаю этот Дом Израиля, но ради имени Святого Моего, который осквернили вы среди народов, к которым пришли. «И освящу я имя Мое Великое, оскверненное среди народов, которые осквернили вы среди них, и узнают народы, что я Господь, Слово Господа Бога, когда освящусь в вас перед глазами их, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и переведу вас в землю вашу». То, что мы видим сегодня исполняется. «И окорблю вас водою чистую, и очистите вы от всей скверны вашей, и от всех идолов очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый вложу в вас, и удалю из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце из плоти, и дух мой я вложу в вас, и сделаю, что законам моим следовать будете, и уставам и соблюдать будете, и поступать по ним, и поселитесь на земле, которую дал я отцам вашим, и будьте мне народом, и я буду вам Богом». Здесь пророк Ихэскель описывает два процесса, два исторических периода. Период и процесс изгнания, Галут, то, что называется, и процесс избавления, то, что называется, Галута. Теперь интересно, что он говорит, что с чем связаны оба процесса. Галут, изгнание связано с осквернением имени Бога, а избавление связано с освящением имени Бога. Говорит, не ради вас я вас избавлю, а не потому, что вы такие хорошие. Более того, здесь в этом тексте еврейский народ занимает абсолютно пассивную позицию. То есть, евреи здесь ничего не делали, Бог говорит, я вас изгнал. Народы посмотрели и сказали, как же так, это же избранный народ, и почему Бог их не защитил. И поэтому, чтобы мое имя не осквернялось, то я вас избавлю и дам вам сердце, заменю ваш дух, заменю ваше сердце, и вы будете вести себя не потому, что вы такие молодцы, и вы так что-то очень правильно сделаете, а потому, что это так, это решение Бога, чтобы его имя не осквернялось. Сфорно, обратите внимание, это очень в его стиле, он приводит этот стих, «Пришлияние к народу, к которому пришли, они и оскверняли имя Святой Мое». Если мы не смотрим в контекст, откуда он взял этот стих, ну, как бы да, говорят, что когда евреи ведут себя плохо, они оскверняют им делать то, что называется совершенство. На самом деле нет, речь здесь не про это. Речь здесь про то, что когда евреи не пытаются стремиться к совершенству, тогда начинается, другие народы смотрят на них и говорят, а как же так, это же не тот народ, который должен быть совершенный, ведь он в изгнании, получается, что изгнание – это и есть оскверение имени Бога, а то, что еврейский народ находится в страдании – это оскверение имени Бога. А избавление – это получается освящение имени Бога. То есть здесь мы видим некую модель, то, что хиду-да-шем оскверение имени Бога – это снижение ценности Бога в глазах другого человека или другого народа, а освящение имени Бога – это, наоборот, повышение ценности Бога в глазах другого человека или другого народа. Чтобы это немножко объяснить, это реальная история. Далай-лама, тот самый Далай-лама, он приезжал в Израиль какой-то лет 10-15 назад, если не ошибаюсь, и один мой друг пошел на встречу, здесь была встреча с группой людей, которые с ним встретились. Значит, и он спросил, на этой встрече он спросил Далай-лама, скажите, а как вы относитесь к идее избранности еврейского народа? Потому что многим эта идея очень не нравится. Приходят евреи, говорят, мы избранный народ, всех это бесит. Ну, слушайте, ребята, будьте поскромнее, а почему другие народы не избранные? Что вы считаете себя лучше других? Это выглядит как заносчивость. Здесь в скобках скажу, что естественно нет. А естественно, когда мы говорим, что мы избранный народ, мы не говорим, что мы чем-то лучше, чем другие народы, ни в коем случае. Мы говорим, что у нас есть какая-то миссия. Далай-Ламу, он дал, по-моему, очень мудрый ответ на этот вопрос. Он сказал, вы знаете, хорошо бы, чтобы каждый народ считал себя избранным. Если бы каждый народ считал себя избранным, то этот мир был бы лучше. Потому что думать, что у меня есть особая миссия, у меня есть какая-то особая избранность. Такой человек старается вести себя лучше, потому что он принадлежит к этому народу. Это идея, которую здесь сфорно говорит. то, что еврейский народ избранный для чего? Для того, чтобы нести в этот мир остальным народам, не только внутри себя, но нести в этот мир какую-то идею. И даже, может быть, не идею, а какую-то модель. Показывать, что человек может стремиться к совершенству подобного совершенства Творца. То есть, к абсолютному совершенству. Более того, в понимании сфорно в его лексике человек может стремиться к бессмерти. он посвящен этому. Он избран ради этого, чтобы жить. Чтобы жить вечно. Потому что то, что оно совершенное, творец, он совершенно, он бессмертен. и поэтому это то, что Бог, то ради чего Бог избрал еврейский народ, говорит сфорно. В этом миссия еврейского народа. Если сегодня, в 21 веке, 3000 лет назад, мы говорим, что я еврей, я чувствую, что я считаю себя частью еврейского народа, тем самым, я как бы говорю, что я часть группы, которая выполняет определенную миссию, внести в этот мир, пытаться, стараться, пытаться быть совершенным, пытаться идти по путям Бога, то, что называется на нашем языке. И посмотрим еще дальше, что говорит сфорно. Значит, написано продолжать, как я делал это в прежние времена. «Если только грехи ваши не будут разделять между вами и Богом вашим, как сказал он, как сказано у пророка Меха, как во дни исхода…» Прошу прощения, я перепрыгнул через комментарий, через два, прошу прощения, сори, назад. Значит, говорит сфорно дальше. «И освещусь я среди сынов Израиля творить чудеса для них, как я и обещал, сделать, когда сказал в Торе «Вот я заключаю с вами союз на глазах у всего народа, по его совершу чудеса». И причина этого заключается в том, что действительно я Бог, освещающий вас. Освещающий вас. Что значит «Ванегдашты бытов в Нейсраиле»? «И освещусь я, освятился я среди сынов Израиля, чтобы творить для них чудеса, как я и обещал, сделать, когда сказал, когда он сказал, это стата, из слов, которые Бог говорит Моисею, после того, как он объявляет, что он прощает еврейский народ за грех золотого тельца. «Вот я заключаю с вами союз», Бог заново заключает союз с еврейским народом. «На глазах у всего народа твоего совершу чудеса». И причина этого в том, что из Виттной написано «Я Бог, освещающий вас, который вывел вас из страны египетской, чтобы быть вам всесильным, чтобы управлять вами без посредников, так же, как я управляю бестелесными существами». Конечно, это было основано на предпосылке, что вы пойдете по пути святости моей, как написано у пророков, «Не учитесь пути тех народов и не страшитесь знамений небесных. Я Бог, я не изменился, я буду продолжать, как я делал это в прежние времена, если только грехи ваши не будут разделять между вами и Богом вашим, как сказал он, пророк Миха, как во дни исхода твоей земли египетской, явлю ему чудеса». Тут, чтобы вас не грузить, я коротко перескажу простым языком. Сфорна здесь, как часто, у него есть проблема, не все идеально, но у Сфорна, к сожалению, его язык, когда он говорит философские концепции, он превращается в такой косный, средневековый философский иврит, очень тяжелый для понимания, тяжелый для перевода, может быть, это я зря на Сфорну пинаю, это на себя, это пинает, а может быть, это я такой плохой переводчик, точно не может быть, а точно, но у меня, в секс, очень не получается, когда Сфорна начинает говорить какие-то философские концепции и переводить его на нормальный русский язык, который можно воспринимать на слух. Прошу прощения, кто хочет помочь с этой задачей, welcome. Что он здесь говорит? Он здесь говорит очень интересную концепцию. Бог избирает еврейский народ, выводит его из Египта. Для чего? Для того, чтобы управлять им, как он говорит, управлять им беспосредником, беспосредников, так же, как он управляет бестелесными существами, то есть, вне рамок законов природы. Идея в чем? Как план А. План А, еврейский народ выходит из Египта, получает Тору на горе Синай, живет совершенно не будучи ограниченным рамками законов природы. Такой мистический взгляд спорный интерес, да, спорный рационалист, но здесь он уходит в мистику, да, или в романтику такую, не знаю, с ним тоже это случается. Но эта мистика, она практически интересная, она не абстрактная. Значит, плана, что евреи приходят в землю Израиля и живут там абсолютно неподвластные законам природы, показывают всему человечеству эту ролевую модель, что вообще на самом деле человек может стремиться к абсолютному совершенству. То есть, они как бы поднимают планку для всего человечества и показывают, как на самом деле, что такое человек, насколько он может быть великим, что он может быть подобным Богом, он может стремиться к нему приближаться настолько, насколько это возможно. И все человечество смотрит на это и говорит, слушайте, вау, мы же тоже такие же люди, как евреи, ничем не хуже, и тоже начинают следовать этому примеру, и мир становится совершенный, опа, и все прекрасно, наступает светлое будущее. Что происходит на практике? На практике евреи выходят из Египта, приходят к горе Сина и получают там Туру, поднимаются на этот уровень, сразу же делают золотого тельца, падают с этого уровня, значит, никакого это, то есть, он как говорит, грехи, как бы, значит, это было основной предпосылки, что вы пойдете к пути святости моей, значит, если получилось, что грехи разделили между вами и Богом вашим, то есть, и здесь он цитирует стих из пророка Михаила, почему это очень важно тоже, на мой взгляд, то, что, как бы, дальше евреи не выдерживают этого уровня, евреи падают сразу же, и дальше начинается план Б, то, что евреи приходят к этому уровню, когда они несут всему миру, а не только внутри своего народа, эту идею величия человека, что человек это образ и подобие Бога, что он ему действительно подобен, что человек может стремиться к абсолютному совершенству, евреи эту идею несут на протяжении тысячелетия, они к этому должны до этого дойти, значит, более того, да, происходит, как бы, еще хуже, да, происходит изгнание, еврейский народ страдает, так, как бы, что-то, что обратное величию человека, что обратное совершенство, народы смеются на тем, они смотрят на это, говорят, Как же так? Разве это избранный Богом народ, который живет в таких условиях, который так выглядит, который так себя ведет? Причина этого не потому, что Бог не может защитить свой народ, а потому, что Бог ждет от человека, что человек будет стремиться к этому уровню. А евреи не очень с этим справляются. И на протяжении тысячелетий евреи должны исправить это. Пока в будущем, да, он говорит здесь, эта цитата, это седьмая глава пророка Михаила, это глава, которая говорит про будущее, про будущее избавления. И там говорится, что в будущем чудеса, как во дни исхода твоего земли египетской, явлю ему чудеса, что еврейский народ будет видеть чудеса, такие же, как в дни исхода земли египетской, то есть до греха золотого телеца. Когда Всевышний управляет еврейским народом напрямую, а не через посредников, то есть вне рамок посредники, на нашем языке, это законы природы. Когда еврейский, например, один закон природы, что человек смертен, человек не может победить смерть. Человек есть, человек маленький, да, мы сегодня живем в такой, во вселенной Коперника, да, где человек вообще не в центре. И в том мире, в котором мы живем, Коперник абсолютно прав оказался, что действительно, человек это вообще даже не песчинка в этой вселенной. Он вообще ничего, и он вообще не в центре, он где-то на периферии находится, он вообще не важен, да, будет человек, не будет человека. Это никакой роли не играет, это вселенная этого даже не почувствует, да, даже, пожалуйста, народ засел в карантин на несколько недель всего, да, это не то, что все поумирают, да, просто дома сидят, не очень меньше по улице ходят, уже звери начинают по улицам городов гулять. Пожалуйста, природа, она очень быстро восстанавливается. Я не знаю, я знаю, что в Иерусалиме у нас, слава богу, есть красивый вид из дома, когда был самый-самый карантин. Было видно, видимость была намного лучше, чем обычно, да, потому что было видно, что меньше загрязнение воздуха. Оказывается, воздух очень быстро очищается, если его не загрязнять. И как бы человек вообще не значим в этом. Приходят еврейские народы и говорят, нет, послушайте, ребята, эта ситуация, в которой мир устроен так, что человек в нем не важен, человек не имеет значения, это неправильный мир. Мы хотим его изменить. Мы хотим построить такой мир, в котором человек, да, важен, в котором человек – это самый центр вселенной. Мы хотим вернуть человека в центр мира, сотворенного Богом. В чем центральность человека? В том, что человек – это образ и подобие Творца. Это не в том, что человек и есть Творец, в том, что человек – он творение, которое сделано по образу и подобию Бога. И он может стремиться к тому, чтобы быть совершенным. И тогда мир вокруг этого человека тоже становится совершенным. И в этом миссии еврейского народа. И как бы будущее избавление, утопическое еврейское. Сегодня такой мир в себе сложно представить. Но то, куда мы движемся, это идея, которую еврейский народ как народ несет в мир. Это идея, как мы поднимаем планку. Мы пытаемся показать, смотрите, человек – это намного, бесконечно больше, чем вы можете себе представить. И в этом наша миссия. Ради этого нужен еврейский народ. Мне кажется, что эта миссия, она ничуть не устарела. Это остается сегодня так же актуальной, как и было и 3000 лет тому назад. Потому что сложно поверить, что человек на самом деле он великий. Сложно поверить, что человек – это образ и подобие Творца. Потому что человек ведет себя так, что в нем невозможно разглядеть этого Творца, этот образ и это подобие. Он кажется чем-то противоположным, чем-то, что не строит, а разрушает, тем, чтобы говорить не о величии, а о незначительности. Но это только иллюзия. Это очень сложно раскрыть. Для этого нужен народ, который будет нести эту идею, как в своем ДНК. Вся суть существования этого народа как народа. Теперь, обратите внимание, я говорю, здесь не про индивидуумов. Можно перейти на мистическую уровень. Если посмотрите, в книге хасидские, там будет написано, что каждый еврей такой. Что это особенность некая духовная еврейской души. Сформон так не говорит. Сформон говорит, что это особенность еврейского народа как народа. И поэтому, например, мы видим, что любой человек может стать евреем. Это не что-то генетическое. Любой человек, который принял Гьюр, он такой же еврей, как тот, кто родился от еврейки. Никакой равенции между ними вообще нет. И Творца в 36 местах запрещает притеснять Гера. Обижать его, чтобы не подумали, что чем-то отличается. Потому что это вопрос миссии, вопрос завета, который еврейский народ несет в этот мир. И мне кажется, что это очень здорово. Что сегодня, в 21 веке, человечество ушло вперед. Но человека оставило позади. И наша задача – это тащить туда вперед, проталкивать человека. Сказать, ребята, вы замечательно, бежите в светлое будущее. Но вы забыли взять в это светлое будущее человека. Давайте. И мы не дадим вам этого сделать. Мы этого человека будем защитить. Мы не можем по-другому жить, как народ. Мы вокруг человека, который образ и подобие Бога. Фишка в том, что это невозможно оторвать от Бога. Потому что с атеизмом это никак не согласуется. Если убрать Бога из этой формулы, то она становится бессмысленной. То человек действительно… То мы возвращаемся к Копернику. Человек действительно не в центре Вселенной. И он абсолютно незначительный. У меня есть с этим проблемы даже с точки зрения материального взгляда. Потому что, я не знаю, я читаю исследования, как наш мозг обычного человека, который у нас в черепной коробке, устройство Вселенной по сравнению с ним – это очень-очень простая система. Наш мозг – это самая сложная структура, которая есть вообще. То есть, если взять связь между всеми звездами, которые там миллиарды-миллиарды в галактике, это намного-намного проще, чем устройство одного человеческого мозга. А сегодня мы знаем, что человеческие мозги еще могут друг с другом взаимодействовать. Зачем нужно было природе создавать настолько сложную структуру? Как такое вообще было возможно? У меня с этим даже… Это помимо вопроса веры, да? И с точки зрения взгляда, материального взгляда на мир, у меня это не состыкуется. Я не знаю, если, наверное, этому атеисты дают атеистическое объяснение. Мне это сложно понять. Я говорю про принятие, но понять мне это тоже сложно. Как можем так смотреть на мир? Но мне очень нравится эта идея, которую здесь форму описывают. То, что еврейство актуально, и чем дальше, тем оно более актуально. И мы ничуть не тащим назад. Наоборот, мы тащим вперед, и еще как вперед. И настолько вперед, что люди даже не могут понять, что такой горизонт вообще может быть. Наша задача – это не опуститься куда-то в средние века, а подняться так высоко, куда просто нужно иметь большой взгляд, чтобы это увидеть. Это в этом наша миссия как народа. Это то, ради чего мы держимся и остаемся евреями. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, можете сейчас задать. Пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот книга Раба Ицхазильбера «Зацальм» называется «Чтобы ты остался евреем». Почему в таком вот прошедшем времени иудаизм обращен к будущему? А значит, что же? Или мы всегда, так сказать, глядим только в прошлое? Вот такой вопрос. Как бы направление. Направление. Почему остался? Спасибо. Мне кажется, что Сфорно как раз в этом одна из больших ценностей его комментариев в том, что он обращает иудаизм в будущее, а не в прошлое. Потому что действительно, сегодня иудаизм в значительной мере – я не думаю, что можно кого-то в этом обвинить или сказать, что это какой-то узор взгляда. Нет. Просто евреи, пройдя через Холокост, через советскую власть, как можно вообще представить, что можно заниматься чем, кроме как выживанием? Наверное, больше ничем. Дай бог выжить, а сохраниться. И в таких ситуациях ужасных, абсолютно бесчеловечных, вся энергия уходит только в сохранение. Это очень важно. И, наверное, без этого невозможно. Но Сфорно дает здесь другую перспективу. Он показывает взгляд в будущее. Мне кажется, что сегодня, в 2020 году, сложно сохранить еврейство на выживании. То есть молодое поколение, например, ему этого уже абсолютно недостаточно. Когда мы говорим never again, мы не дадим больше повториться Холокоста, то хорошо, не дадим. А дальше что? А дальше человечество ушло вперед. Человечество там делает квантовые компьютеры, собирает уже. ДНК уже расшифровало. А вы все еще говорите это. Ну, слушайте, забудьте про свое еврейство и идите вперед. И не будет ни у кого Холокоста. Не будет евреев, не будет еврейского и еврейского вопроса. А Сфорно, мне кажется, он показывает как раз взгляд направленное будущее. Зачем нам, да, нужно не просто остаться евреями, а зачем нам нужно быть евреем? Спасибо. Спасибо большое. Андрей здесь задает вопрос. Андрей Джей. Тенденции с прогрессивным слэш-реформическим иудаизмом есть плюс или минус? Я не знаю, да? Я не секретарь бога на этой земле. Мне кажется, что вообще это не самая актуальная проблема. Какой иудаизм, там, реформистский или ортодоксальный. Есть проблема с иудаизмом. То, что иудаизм сегодня находится, с одной стороны, в расцвете, естественно. Потому что количество людей, изучающих Тору, сегодня небывалое. Наверное, в истории еще никогда столько не было. Причем даже сейчас, да, в карантине, я сегодня утром получил сообщение из Ешивы Мир. Там сидят тысячи учеников, да, нет интернета. Ортодоксальное, ультра-ортодоксальное общество харидемное. И люди по телефону, тысячи учеников, да, сделали систему, за несколько дней собрали. Есть уроки, которые тысячи людей слушают. Хавруты, люди созваниваются друг с другом по телефону участия, не говоря уже про Zoom и так далее. То есть, с одной стороны, есть расцветы иудаизма, с другой стороны, есть кризис. И когда начинаем разбирать, какого иудаизма лучше, какой хуже, это обычный признак кризиса. Потому что, когда есть здоровый организм, он направлен вперед. Он не смотрит, кто тут... Есть семья, например, когда муж с женой выясняют целый день, кто из них хуже и кто в чем виноват. То проблема... Дело не в том, что нужно найти ответ, кто действительно виноват, нужно, и тогда мы решим, нет. Что-то не так, да. Они должны, если это здоровая семья, то они смотрят вперед, а не в том, кто виноват. Они смотрят, куда они движутся. И сегодня, мне кажется, наш кризис главный, да, он в этом заключает, что нет цели, к которой мы движемся. Все, весь взгляд, он направлен в прошлое. И тогда нужно выяснять, а кто из нас лучше в прошлое смотрит. Потому что эти говорят, мы лучше видим прошлое, а эти говорят, мы лучше видим прошлое. Я не знаю, да, ну, я думаю, что я знаю, я отношусь к определенному течению удаизма, естественно, да. Но мне кажется, что это нерелевантная проблема. Релевантная проблема – это куда мы движемся, где наше будущее. И это то, что касается нас, наших путей. И если мы срочно-срочно начнем этим заниматься, то у нас есть большая проблема. И удаизм начинает устаревать. Все, что движется вперед, оно скатывается назад. Спасибо, спасибо большое всем за внимание. И надеюсь, что до следующей недели. С помощью. Продолжение следует...